Добрый вечер, друзья, и давайте посмотрим на демо-версии игры Lucky Hunter. Удачливый охотник! Давайте проверим, что у нас все. Ну, вроде да. Идем сюда и получаем подарок от деревни. Деревня может прожить вам довольно много помощи. Надо всегда быть осторожным в нашем приключении. Может быть фанатика ниндзя. У всех кусочки получают плюс один процент к криту, когда ниндзя наносит урон. И сразу получаем двух ниндзя. Комбинированная атака. Все кусочки получают плюс сорок атаки. Когда мы сливаем, соединяем кусочки, мы можем сказать, что был фанат-солдат. И так как первый герой у нас в основном изначально специализируется именно на солдатах, давайте попробуем первый наш забег на запись делать на солдатах. Плюс два солдата. Отправляемся к первому миньону. Будут нас котики. У нас в инвентаре четыре солдата, плюс копье, плюс щит. Разыграем сыграть. Минус котик. Мы получаем себе новый кусочек. Можем взять генерала. Атака равна количеству солдат на поле. Можем взять баннер ниндзюцу. Кто прыгнет на атаку, дает всем. И увеличивает атаку в два раза. Давайте возьмем генерала. У нас солдат на поле четыре. Так, а мы получили бонус от деревни. Нам все довольно неплохо. Давайте возьмем щит. Котики пока бьют слабо. Итак. Как минимум, вот нам щит и пригодился. Отлично, что у нас был. Лагерь ниндзя пока брать не будем, потому что мы пока играем через солдат. Пойдем себе еще один щит. Сразу же замешиваем. Тут могли увидеть еще одну вещь. Если мы собираем три одинаковых кусочка вместе, они объединяются в один кусочек более высокого уровня. Так, можем зайти сюда, в магазинчик для зачарования. Денег у нас довольно мало, конечно, но тем не менее. Давайте посмотрим, что у нас есть. У солдата второго уровня атака три. У солдата первого уровня атака один. Ну, что в принципе логично. Для почвения солдата второго уровня нам надо иметь трех солдат первого. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. А, атака на десять, когда мы соединяем кусочки. Вот мы к генералу атаку увеличим. За пятьдесят прилагает ускоряет два окружающих кусочка на один ход. У нас, к сожалению, не хватает денег на это. Уйдем. Сразимся с углевыми камешками. На три нам хватает защиты пока. Можем взять еще одного генерала, чтобы вычесть атаку. Или взять копье. Давайте берем еще одного генерала. Отлично. Так, и через три хода можем заказать себе солдат. Нам у нас будет три солдата. С другой стороны, это сработает один раз, но у нас будет три солдата. Можем взять лагерь солдатов, который будет каждые три хода спавнить нам солдата первого уровня. Я думаю, с нашими двумя генералами это будет неплохо. И мы объединяем наш щит. Он будет занимать меньше места и постоянно будет давать нам три щита. Это неплохо. Получить единичку урона. Я думаю, ничего страшного. Возьмем себе еще одного солдата. Так, еще один лагерь солдатов. Чтобы больше и быстрее к нам прибывались новые солдаты. Так, он нас атакует на единичку. Ничего, переживем. Так, можем взять мимика. Он может продублировать кого-то из наших. Можем взять носителя флагов. Можем перебросить. Давай тебя возьмем. Пока ни в кого не превратился. Еще одну победу. Пойти улучшить кусочки. Но у нас денег мало для улучшения. Поэтому пойдем сразимся с элитным врагом. Отличная атака нашего генерала увеличилась. Но этого недостаточно. Чтобы победить пуговиное облачко, можем взять еще одного генерала. Тогда у нас будет три генерала. И я думаю, это будет неплохо. Давайте сделаем. Немножко не хватило. Так, давайте третий лагерь солдатов возьмем. Тогда, возможно, они скоро смогут объединиться. Но у нас уже три солдата второго уровня. Что неплохо. Больше щитов. А то нам щитов уже немножко не хватает. Оп. Генерал второго уровня есть. Замечательно. Так, нам нужно больше щитов. И было бы неплохо объединить наши три лагеря. Так как мы победили элитного врага, получаем новый артефакт. Что у нас есть? Щит удачи. Мы не больше, чем пять урона за атаку получаем. Но через три битвы он уничтожен. Нам пока это не так важно. Соединенное золото. Получаем четыре золота, когда соединяем кусочки. Соединяем кусочки будем довольно часто. Так как наши солдаты будут часто объединяться. И это хорошо. Либо плюс пять урона больше босса элитам. Нет. Больше золота возьмем. У нас самое начало забега. Поэтому это будет неплохо. Оп. Как мы хорошо взяли. Соединили кусочек. Больше золота. Хорошо. Угольная змейка. Погибла. Так. Призыв. Минус два здоровья. Плюс три солдата того же уровня. Взять. А давайте. Вот не сразу объединяться. Вот не сразу еще одного объединяться. Вот нас солдат третьего уровня есть. И это неплохо. Так. Еще один призыв. Давайте еще один призыв. Золота. Ух. Золота. Вон змейка вышла. А это не хорошо. Так. У нас надо вычивать количество щитов. Так. Можем пойти в казино. Но пойдемте лучше сразимся с элитой. И попробуем выиграть еще один артефакт. Да. Конечно мы сейчас получим по голове немного. Ну и получим больше щитов. Что позволит нам улучшить наши щиты и улучшить лагерь. Эх. Ну а если бы он чуть позже объединился, у нас было бы чуть больше солдат. Так. Еще один солдатский лагерь. Не. У нас сейчас лагерь второго уровня. Не думаешь нам нужен-нужен. Хотя. Давайте возьмем мимика. Три урона. Надо больше щитов. Лагерь ниндзя пока не берем. Ого. Неплохо. Мимик у нас в щиты объединился. Так. Больше щитов? Или больше генералов? А что у нас с генералами? Можем как-нибудь посмотреть? Что у нас? У нас один генерал. Наверное больше генералов было бы неплохо. Дай-ка нам больше генералов. У нас много солдат. Генералы обладают неплохой боевой мощи. При таком количестве солдат. Отлично. Получаем новый артефакт. Щит. Стойкости. Не нужен. Мыши атаку врага. В течение трех битв на 25% тоже нет. А получать один кусочек брони. Каждый раз к нам получаем новый кусочек. Это неплохо. Фугайные ящерки. Не добили. Хватит нам девяти. Хватит нам девяти. Хорошо. Еще один лагерь. Давай. Мимика возьмем. Пусть сам уже решает, кого мимикировать. Так, лагерь. Слушай, но больше солдат, это всегда хорошо. Давайте больше солдат. Может, наследство наследия фигур мы получаем много золота. А много золота, это всегда хорошо. Так, брони нам как раз и хватает. Еще больше щита. Еще больше щита. Давайте. И еще одного генерала. Хватит нам двенадцати атаки. Два урона получаем. Ничего. Держимся, держимся. Пока никаких нет. Ничего, сейчас у нас будет много солдат третьего уровня. А дальше, может, и до солдат четвертого уровня доберемся. Кто знает. Так, можем немножко восстановить здоровье, либо пойти в магазин. У нас так-то довольно много денег. Давайте сходим в магазин. О. Новый путешественник. Не пропустить, значит, что ли. Ну, новое пополнение. Банка с медом. Возможно, можно оценить в качестве подарка. Давайте возьмем за двести. Ладно. Ниндзя нам не нужен. Лечить талисман. Постановить три здоровья в начале битвы. В целом, было бы неплохо. Улучшить атаки тоже было бы неплохо. За пять... Нет. Давайте отменим. И пойдем к боссу. По-надеемся, нашего здоровья хватит. А-а-а, что-что-что-что-что мы взяли? Что-что-что мы взяли? Мы зачем-то банку с медом взяли. А-а-а, зачем? Почему мы взяли банку с медом? Что он дает? Неясно. Ладно. Я думал, он будет хоть почитать. Нет. Нам сразу дали банку с медом. Больше счетов. Больше счетов. Это хорошо. Оп. Больше солдат. Тоже хорошо. Так, 16-я. Два урона. Но мы ему пока больше урона носим. Носить флагов. Так, а у нас флаг есть где-нибудь? Флагов нет. В принципе, флаг увеличивает так у нас два раза. Так, а что у нас с щитами? Три обычных щита есть. Я думаю, пока хватит. Давай флаг возьмем. Слушай, неплохо в лакуис окружен. Я думаю, вполне неплохо. Ой-ой. Он кого-то у нас это победил. Давай еще одного генерала тогда. А, кусочек наименьшего уровня, говорят, забирает. Неприятная собачка. Ой. У нее еще и атака растет постоянно. Может заказать. Давай закажем трех солдат. Постараемся три уровня. Простоять. Так, он сейчас кого-то съест. Ух, двадцать пять. Боюсь, тут можем не выдержать. Приказ призыва. Что бы приказать больше? Давай. Объединяемся. Ребятки. Много-много солдат, много-много защиты. Давай двадцать восемь. А, не хватило немножко. Ладно. Но ничего страшного. Это был наш первый забег. Побеждая в битвах, мы получаем ракушки. И сейчас за эти ракушки можем немножко прокачаться. И, например, получить, вносить больше урона элитам. На два. Можем разблокировать больше рядов. Ну, давайте получим больше золота. И, например, больше лечения. Дубль два. Ну, а теперь, я думаю, можем взять, конечно, ракута солдат. Будем каждый ход получать солдата первого уровня. Ммм, неплохо. Пробуйте еще раз по солдатам пойти. Или посмотреть на ниндзи. А давайте ракута солдат. Каждый ход будем получать по солдату. Это неплохо. Так. И давайте еще больше солдат. Я даже два здоровья потеряю. Есть. Мастер ниндзи. Каждые два раза, когда враг получает урон, наносим он дополнительно единичку урона. Это, конечно, неплохо. Но я хочу щиты. Щиты нам нужны. Так, у нас уже три солдата второго уровня. И это хорошо. Щитов нам пока хватает. Генерала возьмем. Давайте лагерь солдатов. Чтобы у нас еще больше солдат было. Генералов мы успеем получить. Так, апгрейд. Не, пойдем калитке. Я думаю, нам должно хватить наших солдат, чтобы расправиться с этими котиками. Мы, конечно, потеряем немножко здоровья. Но получим еще один солдатский лагерь. Это обозначает, что мы будем получать еще больше солдат. Так, а теперь можно и генералов нам получать. И щитов. Генерал, да и щиты. И то, и то надо. Давай генералов. Чтобы уйти нашу боевую мощь. Потому что солдат у нас довольно много. Вот, и про щиты тоже не стоит забывать. Так. Может копье? Что вы уйти? Атаку? Или больше солдат? Давайте копье. Опа. Наш первый солдат третьего уровня в этом забеге. Но котик больно кусается. Ладно. Не страшно. О. Громила. Горилла. Атакует один раз за каждые три хода. Атака равна количеству кусочков на поле. Громила такая, да? Но. Нужен ли он? Я думаю, нет. Возьмем еще одно копье. Возможно, у нас копья смогут объединиться. Ну и в целом, неплохой такой бонус дает. Айт, не хватило бонуса. Жаль. Теряем два здоровья. Но имеем возможность получить бомбу. Атакует полтора процента вражеского здоровья. Против боссов, наверное, неплохо. А что у нас с флагами? Флагов у нас нету. Правда, флаги так не стоит получить. Давай больше солдат закажем. Потеряем два здоровья. У нас очень много солдат. Это хорошо. И наш первый артефакт. Ускорение. Ускорение неплохо работает на солдатские лагеря. Так, получаете одну броню, когда получаем ранение. Давайте. Ускорение, наверное, возьмем. Это позволит нам получить еще больше солдат. Плюс раз. Они нам сейчас будут в два раза. Ну, не в два раза. На треть чаще. Давать нам новых солдат. Еще больше солдат. Нам щитов не хватает. Солдат это, конечно, хорошо. Можем сказать еще трех солдат. И это будет неплохо. Но с щитами у нас некоторая проблема. Давайте возьмем себе щит. Можно, конечно, посчитать, что лучше защита от нападения. Но щитов у нас явно не хватает. А ребятки уже атакуют вон на шесть. Поэтому нам нужны щиты. Можно взять, конечно, шейп-шифт. Давайте возьмем. Вдруг нам лагерь продублируют. Пока. О, у нас копье прокачалось. Замечательно. Так. Больше щитов. Вот. Немножко не хватает нового атаки. Так. Больше солдат. Больше щитов надо. Солдат у нас и так прибавляется. Отлично. Ну что ж. У нас 45 здоровья. Можем, конечно, восстановить 10 здоровья в лагере. Но раз у нас есть ускорение битвы. И это действует еще две битвы. Давайте пойдем сюда и попробуем. Так как галитка довольно тяжелая. В целом. С ее помощью здесь прокачать. И получить еще больше солдат. Так. Шесть. А ты атакуешь на семь. Не хватает. Не хватает нам защиты. Вот что я вам скажу. Нужно ли нам еще одно копье? Наверное, нет. А вот дать всем навсегда плюс один к атаке. Давайте попавим. У нас вроде большое количество кусочков, да? Недостаточно большое оказалось. Всего лишь двоим дали. Но у нас есть солдат четвертого уровня. Это классно. Так. Ну давай еще раз тебя возьмем. Ну что ж ты в уголочек-то лезешь, да? Нет, чтоб ты был окружен с другими. Хотя у нас довольно мало солдат осталось. Они довольно активно объединяются друг с другом. Поэтому давайте закажем себе... Солдат? Щит? Щит, солдат. Солдат. Так. Еще один солдатский лагерь. То, что надо. А потом они как объединятся? И станут лагерем второго уровня? Так. Отельный удар. Или... Фу, критический фанатизм. Все кусочки получают плюс 25 к критам за каждый нанесенный урон. Ну, это неплохо. У нас солдат довольно сильно бьет. Эти-то уничтожаются. Давайте возьмем те. Так, пойдем сразимся с миньонами. Да, у нас, конечно, после этого ускорение пропадет. Но ничего. Я думаю, мы получим достаточное количество солдат. Вот, не хватило. Получим два урона. Надо что-то сделать. А давайте еще один солдатский лагерь подъем. Чтобы еще больше солдат было. Пока действует эта штучка. Так, и щиты. Нам нужны щиты. Так, нам бы прокачать уже солдатские лагеря, чтобы они давали нам солдат второго уровня. И нужны щиты. Все еще нужны щиты, но давай возьмем тебя. Фук ты. Солдатский лагерь прокачаешь, а то еще что-нибудь веселое. О, у нас есть солдатский лагерь второго уровня. Классно. И, наверное, щиты. Так, ты атакуешь на 11, ать. Потихоньку теряем здоровье. Неприятно, но еще один солдатский лагерь. Готово. Так, 38 здоровья. 390 монеток. Мы можем, конечно, улучшить все. Ммм, пойти улучшить? Здесь рейс-свитка. Нет, давайте, у нас впереди босс. Довольно скоро босс, поэтому давайте улучшим. А что мы здесь можем улучшить? Но, во-первых, можем прокачать тебя до зеленого уровня. Тогда мы улучшим шанс прокачать щиты. Это будет стоить всего лишь 50. Я думаю, это стоит сделать. Да. Тогда они смогут объединиться. Что еще? Солдаты у нас и так будут. Но, в принципе, мы можем прокачать тебя до второго уровня и тебя до второго уровня. Тогда у нас есть шанс, что вы объединитесь в штуку и будете проносить нам солдат третьего уровня постоянно. Что в целом неплохо. Можем генералов еще прокачать. Давайте покачаем. Генерал. Раз. Генерал два. Может больше щитов взять? Солдаты и так, я думаю, у нас объединятся. С солдатами проблем быть не должна. За 100 в принципе могли бы лагерь сразу прокачать. Еще один до третьего уровня, чтобы сразу получать солдат третьего уровня. Это, в принципе, неплохо звучит. Или еще один щит. Или копье. Если мы копье хотим прокачать, плюс 18. Плюс 18 это много. А эта штука, если прокачать, будет давать солдата в третьего уровня. Для сравнения. Солдат второго уровня атака 3, у солдат третьего уровня атака 9. Ну, копье в этом плане лучше. Только они могли бы объединиться. Ну, делаем так. Да. Пусть. Артефакты можно было прокачать. Точно надо было тебя прокачивать, чтобы ты давал нам солдат больше. Ладно. Ладно, надеюсь, что мы доживем возможности прокачать артефакт в следующий раз. Да, что-то я не догадался. Что нужно в первую очередь прокачивать артефакт. Чтобы получать солдат второго уровня каждый ход. Нигде нам не нужен. А вот еще один солдатский лагерь, пожалуй, возьмем. Больше солдат. Сможем либо защититься. Почти смогли. Тогда давайте больше щитов. Еще один солдат к нам присняется. Оп, щита объединились. Солдаты объединяются. Два солдата четвертого уровня у нас есть. И с тобой мы расправились. Отлично. Давайте возьмем мимика. Пока он никого не превратился. Получаем урон. Получаем немножко урона. Ну ничего, больше щитов. Щиты лишними не бывают. Готово. Пойдем в магазин или подлечимся? В магазине было бы неплохо что-то купить. Но у нас денег всего 90 осталось после того, как мы все улучшали. Поэтому пойдем немножко подлечимся. И отправимся к боссу. Босс у нас Феникс. Феникс в атаке 8 уйдет на 2 каждый ход. Плюс броня охотника на 50% за ход. Атакует раз за ход. Окей. Поехали. Я думаю мы своими солдатами постараемся с ним расправиться. 211 урон нанесли. Оп. Снижает нашу броню. Неприятно. Но можем взять генерала. А что у нас с генералом? У нас генерал в принципе вот 2 второго уровня. Нужен нам генерал первого уровня. Вот я не знаю. Вот давайте возьмем. Оп. Снижает нам броню и атакует. Ладно. Еще одно копье. А давайте зареролим. Давайте еще один лагерь солдат. Так. Можем хоть и бомбу взять. Которая будет таковать 1,5% здоровья врага. У нас уже довольно мало. Нет. Давайте еще трех солдат. Так. Ну мы наверное с этим боссом мы справимся. У него половина здоровья. Еще один лагерь. Или щит. Щит или лагерь. Что у нас? Я сказал нет. Надо было брать. Надо было брать все же. Ладно. Ну ничего. Я думаю и так постараемся расправиться. А у тебя так это растет каждый раз, да? Ух. Уже по 10 бьешь. Неприятное. Ладно. Чуть больше щитов. Ну еще одну атаку, а то мы переживем. Да. Вот следующую атаку мы уже не переживем. Что нам взять еще один щит? Нам это пусть не поможет. Солдата еще одного взять. Ну давай попробуем. Вот так у нас они объединятся красивенько. Так, ну у нас есть солдат, которым он на 88 атакует. Давай. А эти 22 не хватило. Да что ж такое. Обидно. Обидно. Мы его почти победили. Но почти же не считается. Почти не считается. Значит мы сейчас немножко прокачаемся и отправимся снова его побеждать. Для этого нам понадобится штаб. Правильно. Наверное. Больше здоровья при победе над боссом. Раз. Идя. Да, давайте больше здоровья при победе над боссом. И доплыть наносить элиткам на 2% больше. Вот давайте. И давайте попробуем уже в этот раз. Ниндзя. Есть у нас что-нибудь? Да, у нас есть манатик ниндзя. Все кусочки получают один крит. Когда ниндзя носит урон. И сразу же получаем 2 ниндзя. Все. Дутом играет через солдат. Сейчас попробуем играть через ниндзя. У ниндзя атака маленькая. Зато каждый ниндзя атакует дважды. А если он еще и с копьем? Ух. Против нас нынче тараканы. Так, лагерь ниндзя сразу же. Поехали. Так, свиток ниндзя, он одноразовый. Он, наверное, нет. А вот от цвета я не откажусь. Готово. Ну и пойдемте сразу к элитке, чтобы получить еще один артефакт. Так, еще один лагерь ниндзя. Или трех ниндзя. Давайте лагерь ниндзя. В долгосрочной перспективе лагерь ниндзя более выгодный. Кстати, у нас уже есть ниндзя второго уровня. Который бьет 3 на 3. Давайте получаем 2 урона. Но это элита. Это нормально. О, мастер ниндзюс. Каждый 2 раза, когда враг получает урон, надо сдать дополнительную единичку урона. Давайте возьмем. У нас довольно много ниндзя. Хотел сказать я, но у нас ниндзя один. Поэтому, наверное, он пока не так эффективен. Но ничего, сколько нам придут еще 2 ниндзя? А пока давайте возьмем еще один щит. А вот и ниндзя. Так, сражайтесь с мечом. Атака 1. Фак получает на 20% урона каждые 3 хода. Давайте 3 ниндзя просто себя забросим. Не будем все переусложнять. Так, солдаты нет. У нас есть вон мечник. Водничка атаки. Что, давай возьмем мечника? Че? Ну, конечно, не ниндзя, но... Тем не менее. Дает нам водничку в защиту и пусть атакует на водничку. Пусть будет. Пусть будет. Никогда я врач не видел. Так, о, мастер меча. Тоже кто-то новенький. Атака 1 восстанавливает 1 здоровье каждые 4 хода. Ммм, интересно, товарищ. Ну, давайте возьмем. Предложили это контент игроки, говорят нам. Это хорошо. А, давайте не-не, давайте баннер ниндзюцу. Чтобы окружающие кусочки атаковали еще дополнительно раз. Нам это будет выгодно. Готово. Максимум здоровья увеличен. Немножко восстановили здоровье. Две ракушки, 50 монеток. Идем вперед, получаем артефакт. Что у нас? Резонанс атаки. Все кусочки получают плюс 20 к атаке, когда мы получаем новый кусочек. Надеюсь, за каждый... Так, знаете, разрушаются. Это не разрушается. Поэтому возьмем то, что остается с нами подольше. Поехали. Оп. Что это у нас за лобстер? Оп. Нету лобстера. Так, это одноразовый свиток ниндзюцу. Он нас не интересует. Словный меч тоже одноразовый. У нас не так много фишечек, чтобы его получать. Поэтому возьмем щит. Так, ну мы пока справляем. Сейчас еще два ниндзя у нас появятся. Давайте, наверное, запросим себе еще одного ниндзя. Готово. У нас 54 здоровья. Можем, конечно, улучшать наши фишечки. Но давайте лучше сразимся с элитой, пока здоровье есть. Чтобы получить еще один артефакт. Отправляемся вперед. О, наш первый ниндзя третьего уровня. 8 на 5 его атака. Так, крокодил. Крокодил атакует на 7. Нам немножко не хватает щитов. Но можем взять мечника. Кстати, тоже тот же щит. Плюс еще и атакует. Хорошо. Возьмем еще один лагерь ниндзя, чтобы получить больше ниндз. Ой, у нас как раз три лагеря ниндзя. То, что надо. Потом они объединятся, может, или нет. И будем получать сразу ниндзя второго уровня. Так, нужен ли нам генерал? Нет. Мы начали без солдат. Идем. У нас два солдата есть. Пока они нам места не слишком много занимают. Но немножко бьют. Поэтому пусть остаются. Когда-нибудь начнут нам мешаться. Мы от них избавимся. А ниндзи себя показывают довольно неплохо. Так, можем взять ускорение. С нашими лагерями. Это даст нам возможность многое получить ниндзи. Можем взять ауру атаки. Все кусочки получают в полтора раза больше атаки. Это неплохо. Это постоянно. А от тебя даст нам больше ниндзи. Взяли тебя. А если мы сразу объединим, это будет не так выгодно. Грустно, а если они не будут объединяться, это будет выгодно. Атака в полтора раза больше. Тоже хорошо. Давай тебя возьмем. Тампаном дальше пойдем к калитке. Так, у нас вроде... О, боже, он уже объединился. Точно. Ладно. Но больше ниндз второго уровня. Будет тоже неплохо. Тоже неплохо. Сейчас еще лагерь попробуем получать. Еще один свиток ниндзи. Давайте, наверное, возьмем. У нас же не было свитка ниндзи. Зачем мы его взяли? У нас флаг был ниндзи. Ладно, не подумали. Но, тем не менее. Щит. Щит или... А давайте обновим. Во, лагерь ниндзя. То, что надо. Так, и еще один щит. Щит. Так, победа. Пойдемте сюда. Сразимся с черепашками. Как осколом получите еще больше ниндзи. Так, мастер мяча. Нет, давайте возьмем мастера ниндзица. Мастер ниндзица нам полезнее. У нас довольно много ниндз. И довольно часто атакуют. Солдаты, носитель флагов, щит. Щит, в принципе, неплох. А если мы обновим? Еще один щит. Мастер мяча. И... Боится мячом. Атака один. Ну... Давай щит возьмем. Так, возьмем тебя. И это будет неплохо. Больше щитов, больше атаки. И они сейчас нам уже объединяются. Объединились, конечно. Щитов мы теперь чуть меньше имеем. Но ничего. До夾. Д've. И 백, и... Де. 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 Так, еще трех ниндзя, а давайте еще трех ниндзя. А вот теперь, мне кажется, солдаты начинают мешаться. Давайте выберем себе новый артефакт, быстрый апгрейд. В начале битвы, случайно выбираем один кусочек, чтобы повысить его на один уровень. И можем так три кусочка повысить. В начале битвы за каждые пять кусочков на таре получаем золото. Это значит, что было очень-очень много кусочков. У нас их меньше, потому что они часто объединяются. Любови лечение атакой. В принципе, быстрый апгрейд. Давайте быстрый апгрейд возьмем. Почему нет? Так, можем взять баннеры ниндзя. И еще один баннер ниндзя, наверное. Надо было щит брать. Хотя, смотри, три баннера ниндзя объединились. И это неплохо. Что он дает? Плюс четыре дополнительных раза атаки. Вот с тобой мы пока не справились. Получаем шесть урона. Лагерь солдат. Солдаты? Нет, неинтересно. Мастер меча, флаг. Давайте просто щит. Новая победа. Можем восстановить себе немножко здоровья. В принципе, 52 здоровья, я думаю, довольно много. Давайте посмотрим в инвентаре. Мне кажется, солдаты нам немножко мешают. Поэтому можем от них избавиться. Бонька. Остались одни ниндзя. Причем ниндзя, которые атакуют дополнительно четыре раза. По шесть. Шесть на пять. Это у нас целых тридцать урона. Плюс различное усиление. Я думаю, это неплохо. Плюс в следующей битве у нас все еще будет действовать улучшение. Давайте сходим в магазин. Четыреста пять монеток. Что можно делать? Солдаты не нужны. Три ниндзя. Плюс, наоборот, было неплохо. Что это? Возможно, это можно отдать в качестве подарка, говорят нам. Кому? Не ясно. Это мы видели. Дальше в битве за каждые пять в нашем инвентаре получаем золото. В принципе, надо было, наверное, раньше брать у автосияния. Автомочек сидит кусочкой уровнем меньше. Один раз за заход. Вот. Давай тебя возьмем. И еще трех ниндзя второго уровня. Давайте. Все. Отправляемся к боссу. У нас мистер Сом. Который будет нам два мокуса в инвентарь давать заход. Атака один раз. Атака четырнадцать. Заход увеличивается на три. Давайте посмотрим, сможем ли мы с ним отправиться. Щит объединился. В ощущении, что у нас кусочков резко стало не хватать. Ну что, очень много свободного места из-за объединения. Но можем взять мастера ниндзюцу. Я думаю, мы его возьмем. Оп. Мастер ниндзюцу у нас объединился. Отлично. В общем, мы довольно бодрый ему. Наносим урон. Я думаю, мы с ним расправимся. И еще одного мастера ниндзюцу возьмем. Давайте. Слушай, а это очень хорошая штука. Правда, слияние. Но, конечно, нам надо больше лагерей с ним. Готово. Ей. Победа. Можем вычесть максимум здоровья на 10%. Можем говорить, что враг будет получать на 10% больше урона. Либо вычесть шанс крита. Давайте критрейт увеличим. Мы довольно часто атакуем. Дойдем на подарка. И можно сказать, что мы фанаты ниндзя. За каждого ниндзя на поле каждая наша фишечка получает плюс 10% к атаке. Сразу получаем два ниндзя. Что неплохо. А мы как раз идем сейчас через ниндзей. Давайте возьмем. И отправимся дальше вот сюда. О, неплохо. Да он мертв уже, мертв уже. Так. Еще трех ниндзя выронить. Давайте свиточек ниндзя возьмем. Ну вот с тобой мы уже не справились. За один ход. Ну ничего. У нас есть лагерь ниндзя. Есть прокрытый щит. Шесть брони на минус одно здоровье. Нет. Возьмем благерь ниндзя. Сразу второго уровня. Возьмем еще одного мастера ниндзюцу, наверное. Так, один ниндзя. Давайте сломанный меч. О, ну конечно. Даст только троим. Только троим дал, к сожалению. Но один из них это мастер ниндзюцу. Поэтому в целом неплохо. Отлично. А там даже был оба обычный миньон, не элита. У нас 55 здоровья. Давайте пойдем к элитке. Попробуем победить и получить артефакт. Артефакты это всегда хорошо. Получить по голове всегда нехорошо, конечно. Да, у нас много пустых кусочков. Это не очень хорошо. Нам не хватает брони. Это тоже не очень хорошо. Давайте возьмем больше щитов. У нас очень активно кусочки наши объединяются. И мы не так активно получаем новые кусочки. Но меня радует, что у нас есть 3 ниндзя четвертого уровня. Так, возьмем еще один светочек ниндзя. Может они смогут объединиться. О, они объединились. Так, у нас есть ниндзя пятого уровня. Так, возьмем щит или мастер ниндзюцу. Нам щитов не хватает. Вкусный мастер ниндзюцу позволяет быстрее взаимодействовать. Оп, к тому же у нас объединился. Что явно хорошо. Но все же больше щитов нам тоже надо. Это они, конечно, забавные. Так, еще один ниндзя. Или щит? А если мы обновим? Носитель флага. Атака 3. Во, давай тебя возьмем. С нашими ниндзя, которые атакуют много раз, я думаю, он значительно отдает нам увеличение атаки. Нет, похоже, я его переоценил. Да. Ладно, лагерь ниндзя берем. Да, лагерь ниндзя слишком активно соединялись. Ух, хватило. Добили. Это было больно. Хорошо, уж мы немножко выучим максимальное здоровье. Что пойдем? Быстрый апгрейд? Ммм, может я взять быстрый? Крит, когда кусочек уничтожается. Давайте еще один быстрый апгрейд возьмем. Пойдем к миньону, а потом отдохнем. А то как бы нам сейчас нет. Не понадавали по голове? Слишком сильно. Так, живем. Скажите, что нас не убивают. 16. Ать. Получаем ирон. Мастер ниндзюца. А, давайте обновим. Щит эволюции. Прямо на улучшает один украшающий кусочек. Туша, неплохо. Это красивая штука. Давай возьмем. Так, живем. Возьмем еще одного мастера ниндзюцу. Или взять тебя. Надеюсь, что ты сможешь нам продублировать щит эволюции. А давай возьмем тебя. Кого-нибудь ты сможешь продублировать? Ну, не в этот раз, конечно. Живем? Живем. Копьем? Давай копьем. Да, оно зелененькое. Копье и большой крейстор атака у ниндзи. Да, это неплохо. Так, нужен ли нам сейчас вот этот товарищ? В принципе, у нас он тут есть. Мы можем взять еще один свиток, чтобы не атаковали дополнительное количество раз. А что у нас по свиткам? У нас есть зеленый этот и зеленый ты. Давай возьмем тебя. Будешь давать нам больше щитов. Атака 25. Аааа, не хватило нам. Одного здоровья не хватило. Обидно. Обидно. Но в целом мы посмотрели с вами на игру. Лаки Хантер. Удачливый охотник. Большое спасибо за просмотр. Ну, а мы увидимся.